Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмилл, и сами я, Артур Идиатурин. Ну что ж, появляются у нас постепенно результаты выбора отдельно по штатам, и очень большую волатильность вызывает публикуемая информация, так как вероятность победы одного или другого кандидата меняется, причем меняется очень быстро. Нужно заметить, что как Трампы, так и Байден, они уже пытались досрочно объявить себя победителями, но, естественно, инвесторы предпочитают дождаться итогов голосования. Истинный исход выборов, он может оставаться неопределенным, это очень важный момент, который стоит учитывать, потому что он нанесет в себе риск. Этот риск возникает потому, что голосование проводится по почте, и подсчет голосов, и также получение этих голосов, это все будет занимать время. Трамп с Байденом, они идут ноздря в ноздрю, и не исключено при этом, что проигравший кандидат, он не согласится с результатом, и из этого получается, что рынки столкнутся с худшим сценарием, это так называемые оспариваемые выборы. При этом в Твиттере вообще, в медиа появляется сообщение от обоих кандидатов, которые представляют из себя такую подготовку почвы, что ли, на случай поражения, что если все-таки случится поражение, можно будет постепенно какие-то начинать судебные тяжбы, чтобы оспорить выборы. Если мы посмотрим так называемое мнение толпы, посмотрим ставки на тотализаторе за последние 6 часов, то видно, что вероятности победы первого и второго кандидатов, они сильно меняются. Например, отставал вот здесь очень сильно Байден, затем он здесь вырывается вперед, здесь было лидерство Трампа, наоборот, затем это лидерство снижается. Эти ставки, эти вероятности, они, естественно, реагируют на публикуемую информацию, на публикуемые итоги голосования по отдельным штатам. Ну, естественно, с ростом полученной, с увеличением полученной информации будет все меньше и меньше волатильности вот в этих вероятностях и с все более высокой точностью можно заявлять, какой из кандидатов одержит победу. Ну, собственно, вот видно, что сейчас у нас очень стабильно растет вероятность победы Байдена и на это позитивно в моменте реагируют рынки. Но, так как у нас есть риск так называемых оспариваемых выборов в части инвесторов, именно инвесторы на рынке фиксированной доходности, у них вырос неприятие к риску. Это все выразилось в том, что вырос спрос на безрисковые активы, на казначейские облигации. Доходность у нас по казначейским облигациям, вот видно, что после роста до 0,92% резко рухнул и сейчас остается вот примерно на уровне 0,8%. По фондовым рынкам можно заметить, что они у нас сегодня расслаблены, но преобладает осторожность. Рост у нас небольшой наблюдается в немецком индексе, но также в остальных европейских индексах также мы видим небольшой рост. При этом колеблются, вначале они колебались около открытия, но сейчас с ростом вероятности победы Байдена, вот здесь наметился некоторый рост, они вышли в чуть более устойчивый такой плюс. Собственно, по фьючерсам на американский индекс мы видим сильную волатильность. У нас вот получается в начале, когда был у нас сценарий того, что к власти придут демократы, то есть они займут и Конгресс, получается, кроме того, что президентом станет демократический кандидат, у нас был вот здесь значительный рост до уровня 3430. Но затем, когда у нас началась снижаться вероятность того, что демократы захватят Конгресс, здесь произошло обрушение, сейчас у нас опять происходит восстановление на том, что вероятность победы Байдена, демократического кандидата, она растет. Вот. Собственно, на фоне того, что у нас кандидаты дают намеки, что они будут продолжать борьбу даже после объявления результатов, я не думаю, что у нас фьючерс сможет устойчиво выйти на уровень, выше уровня 3400, сможет там устойчиво торговаться, потому что риск оспариваемых выборов, риск того, что будут какие-то судебные разбирательства, еще что-то, что затянет все-таки получение информации о том, кто же станет будущим президентом, а этот риск, он надавит, он будет сдерживать, собственно, оптимизм и не даст возможности покупателям, да, вот, ну, беспрепятственно как-то расти, покупать вот беззаботно, нацеливаясь на уровне выше. Вот. Ситуации по вирусу. Также второй у нас фактор риска, который может сдерживать оптимизм. На прошлой неделе мы его с вами обсуждали. В общем, намечается, намечался апдейт, и, собственно, вот мы этот апдейт сделали. Значит, видно, что в ноябре у нас тренд в заболеваемости в США, который я здесь выразил, 7-дневные скользящие средние новых случаев. Этот тренд остается положительным, не происходит никакого формирования пика. Дальше у нас число новых случаев продолжает расти и уже заметно превышает пик, который у нас было, получается, в июле. Пока еще власти не выражают озабоченность ростом этих случаев, но как только, естественно, будет ситуация похожа, как в Европе, где начнут истощаться резервы, где будет чувствовать напряжение на себе система здравоохранения, естественно, сразу заговорят о локдаунах. Поэтому пока что этот риск такой, будем говорить, латентный, да, он себя никак не проявляет, но он может себя проявить. Я считаю, что он себя проявит, потому что, ну, непонятно, что здесь может остановить рост новых случаев, тем более, когда у нас произошло такое событие, как выборы, очень много человек собиралось вместе, образовывались какие-то скучности, да, людей, толпы людей. И, конечно же, в таких условиях повышается риск передачи, риск трансмиссии вируса. Вот. Что еще? Значит, исходя вот из риска оспариваемых выборов и исходя из ситуации с вирусом, я считаю, что по индексу доллара, несмотря на то, что его сейчас прессуют, продолжится здесь восходящий тренд, сможет индекс доллара выйти выше уровня 94 с плюсом, соответственно, по евро-доллару будет все-таки у нас тест ниже уровня 1.16.1. В принципе, тест уже состоялся, значит, я на прошлой неделе говорил о том, что, возможно, будет тест ниже, как раз-таки на том, что основные риски у нас по выборам и не ушли, и последняя информация показывает, что они не уйдут, плюс ситуация по вирусам не освевает. Вот. Конечно же, это факторы рисков, это факторы неприятия к риску, на которых обычно у нас доллар растет. По экономическому календарю, который сейчас не особо актуален, у нас сегодня вышли индексы активности в производственном и непроизводственном секторе по еврозоне, показания роста, то есть изменения по отношению к прошлому месяцу, вот, но, естественно, они не учитывают локдаун, поэтому влияние их на рынке минимальное, все внимание, естественно, на том, что же у нас, какие меры стимулирования одобрит ЕЦБ в декабре. По США у нас экономический календарь также был бы выразительным, был бы очень актуальным, но выборы все, естественно, затмевают. Сегодня мы ожидаем, получается, данные по ICM, индексу производственной и непроизводственной активности, данные по ADP, которые позволят нам оценить примерно, насколько же выросло число рабочих мест в октябре, перед отчетом Non-Farm Pairos, который состоится в пятницу, ну и завтра, соответственно, заседание ФРС, на котором, как ожидается, ничего не скажет на его регулятор, потому что он, наверное, предпочтет дождаться все-таки результатов выборов, результатов того, какой же будет у нас политический курс и что же у нас с фискальной сделкой произойдет, и уже от этого будет отталкиваться. Вот такая вот у нас сейчас обстоит ситуация с выборами и по рынкам. Если вам понравилось это видео и вы считаете его полезным, не забудьте поставить лайк. Ну и если же у вас остались какие-то вопросы и комментарии, то я буду рад их увидеть, обсудить их с вами. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит. Субтитры сделал DimaTorzok